Торнадо Энерджи. Это шквал энергии, ураган эмоций и настоящий пихар из 11 невероятных вкуса. Торнадо Энерджи. Мощный заряд энергии. Здарова всем, ребят. Продолжаю вам рассказывать о мире танков, что-то полезное и интересное. Сегодня мы поговорим с вами о том, как разработчики решили наказывать командиров археральной программы. Я напомню, что реферальная программа 2.0 стартовала у нас аж 3 года назад, в 2019 году. Достаточно жирная и халявная рефералочка у разработчиков получилась, ну судите сами, да. Помимо различного игрового имущества мы с вами получали боны, премтанки. Да, они самые имбовые, но это премтанки, извините меня. Фактически на халяву. И, как вы знаете, года полтора-два назад ситуация достигла просто катастрофических масштабов. Дело в том, что появились целые ботафермы. На одну ботаферму могли работать тысячи ботов, которые, ну, на каких-то условиях выполняли для людей реферальные программы. Соответственно, это разработчикам все не понравилось, и они начали бороться с подобными проявлениями. То есть ботов, ну, банально банят. При этом сами командиры, для кого эти боты выполняли реферальную программу, ни разу, насколько я помню, не несли никакой ответственности. То есть полностью они, как бы, были чистые перед законом игры, да, перед лицензионным соглашением. А лишь ненужные вот эти вот вновь созданные аккаунты под управлением ботов, они, как бы, ну, получали заказания. В принципе, можно понять, почему так было сделано. Разработчики, в конечном итоге, решили популярность рефералки снизить за счет того, что просто количество танков наградных, ну, и вообще наград, которые мы там получаем, снизили. Разнообразие убавилось. Людей, желающих каждый месяц, точнее, каждый квартал, или каждый полгода, да, я уж не помню, как часто обновляется реферальная программа. Людей, желающих играть во все это, стало ощутимо меньше. Ну, и, соответственно, уж тем более, там, изменили правила выполнения, так что, ну, в принципе, боты стали ненужными. Так вот, ребят, к чему я вам все это рассказываю. Пришли интересные данные, благодаря группе Вотэкспресс мы узнали, что на китайском сервере сейчас изменили политику в отношении наказания. Как вы знаете, на китайском сервере там проблема с ботами, она еще более обширная, более ощутимая, чем в РУ-регионе. Ну, то есть там боты, это, ну, практически большая часть команды. Я вам уже показывал где-то месяц назад видос, как там... Причем боты, если у нас боты, ну, они хотя бы, ну, блин, они какую-то активность в бою проявляли, то там боты, это тупые паровозики, которые двигаются по заданной траектории, да, они никак не анализируют ситуацию в бою, и очень часто группа ботов едет просто банально паровозиком друг за другом. При этом они даже объезжать друг друга не умеют, если одного, грубо говоря, рашера по центру малиновки сливают, все остальные упираются ему в задницу и просто начинают его толкать до тех пор, пока либо их всех не перестреляют, либо они его в сторону не оттолкнут. Тогда следующий по пути также отгребает, охватывает урон, сливается, и его точно так же паровозик начинает толкать. Если не видели это видео, подписывайтесь на мой канал. Ну, я еще раз его публиковать не вижу смысла, но, в общем-то, можете в истории, я его не удалял никуда, в истории видосов на моем канале найти. Достаточно забавно. В общем-то, это не только проблема танков. Насколько я понимаю, на китайском клиенте, ну, в китайский регион, будем называть так, не только в танках такие большие проблемы с использованием бот-программ, а также читов, там читы вообще возведены в ранг. Я еще в PUBG играю, если кто не знает, вы вчера можете заходить, посмотреть. Соответственно, чаще всего встречаем читаков с китайскими никами. Ну, то есть, я уж не знаю, зачем они на наши серваки заходят, но вот так вот исторически сложилось. Если видишь в чате, ну, как в киллоге китайский ник, скорее всего, есть вероятность, что в этом бою тебе придется столкнуться с читаком. Хотя это как бы лишь косвенный показатель, с читаком можно столкнуться с любым ником и в любой игре. Короче, я отвлекся. Что касается наказания. В общем-то, разработчики в китайском регионе объявили следующее. С 29 июля, то есть уже в прошлом, это все можно обозначать, будут действовать новые правила. Если рекрута, ну, то есть того, кто выполняет реперальную программу, ловит на использовании запрещенных, включая запрещенки, там, потоводство и так далее, то с командира все награды, даже постфактум, после того, как он их получил, списывают. То есть боны, премтехнику, кредиты, что там еще получают, значки, медали и так далее. С одной стороны, я поддерживаю такое, потому что, ну, нефиг использовать. А с другой стороны, опять же, А если ты пригласил рекрута, да, он, как бы, выполнял для тебя рефералку на каких-то условиях ваших, там, договоренностях, может быть, ты ему шоколадку купил какую-то, хотя, опять же, правилами игры, я, насколько понимаю, это не очень поощряется. Но сам факт, шоколадку он захонячил, после того, как выполнил рефералку, а дальше ему, как бы, пофигу, забанили ему этот аккаунт и забанили, а ты, как бы, остался с носом. К слову, до конца этого сезона, десятый сезон уже идет реферальной программы 2.0, осталось вот с момента записи этого ролика 55 дней. Если есть у кого желание, кто не ботоводит, прийти, у меня есть одно реферальное местечко свободное, вот, могу вас пригласить на выполнение реферальной программы. Ну, за мной, как бы, благодарность, вы знаете, она не заржавеет, поэтому, если кто имеет желание принять участие, стать моим рекортом, пишите на почту, я вам кину ссылочку на реферальное приглашение. Еще раз говорю, то, что в Китае происходит, пока что у нас этого нет, создавать себе аккаунты дополнительные не запрещено, главное, не отберите, не ботовую. Спасибо, что смотрели, подписывайтесь на канал, до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok